Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Собачья работа, полицейские щеки в деле. Трагическая халатность. В Рязанский суд поступило дело о гибели младенца в перинатальном центре. Бой с тенью. За выход в финал чемпионата России рязанский супертяж проиграл, по сути, сам себе. В этом году Рязанская область ждет масштабное обновление общественных пространств. Помимо Рязани, большая стройка намечена в Касимове, Новомичуринске, Скопине. Напомним, в прошлом году благоустроили 25 территорий в 18 муниципальных образованиях. Например, в Рязани обновили пешеходную зону Малого шоссе и Черезовские пруды по улице Новоселов. В Спаскризанском благоустроили набережную, а в Новомичуринске и Михайлове восстановили мемориалы. А благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях обустроили центральную часть города Михайлов, Спасклепики, Касимов и селе Ижевское. С 2018 года в регионе проводят благоустройство скверов, парков, набережных, пляжей и других территорий. Всего открыли 172 объекта. В центре кинологической службы регионального ОМВД больше 40 собак. Они натасканы на розыск и задержание преступников для поиска наркотиков, оружия и взрывчатых веществ. А как работает кинологическая служба регулярно показывают студентам, будущим сотрудникам ОМВД. Сегодня Николай Зенин кинолог сам в роли преступника, да и атрибутика соответствующая. В руках пистолет, пусть даже и пугач. По сценарию следует и второе задержание. Преступника надо поймать на бегу. Если можно было обратить внимание, собака шла влево-вправо. То есть она выбирала для себя лучшую траекторию. То есть я им показывал правую, пытался себе облегчить задание, но собак выбрала левую. То есть по месту надо было группироваться на убегание. У меня даже снес, у меня даже не было варианта уже. Если это было вживую, это было бы очень больно. И человек, скорее всего, не сопротивлялся уже. На Николае Зенине специальная одежда под названием дресс-костюм. Обычно защиты есть и сверху, и снизу, но сегодня решили выступить без нижнего протектора. Говорит, что собака такой все равно не прокусит, однако сожмет хорошо. Летом, например, ходить в футболке невозможно. После таких боевок все руки в синяках. А тренируются часто. Сегодня, например, скорее практическое занятие. Показывают студентам РГУ, как работают разыскные собаки. Если собака является разыскной, у собаки должны быть зубы, должна быть сила. То есть она должна задерживать преступника. Сфантазируем такой момент. Мы приехали на горячий след, взяли след, вышли с собакой, и, допустим, будет предполагаемый преступник. То есть его надо как-то задерживать с минимальными потерями. То есть преступник может оказать какие-то сопротивления. Но при помощи собаки эта задача будет уже облегчена. То есть как психологически можно давить на человека. То есть собака, вы видите, что она очень такая сильная, массивная. То есть не каждый человек готов тягаться с животным. Во-вторых, если будет какое-то, допустим, как сейчас условие, то есть снег, и он бежит от нас, и мы его не можем догнать, собака это пролетит и задержится спокойно его. Студенты с юридического факультета РГУ. Ребята уже на четвертом курсе, потому мероприятие у них профильно ориентированное. Студенты всегда воспринимают это с огромным откликом. Им это интересно, потому что обучение практика ориентированное. Следовательно, придя в кинологическую службу, студенты у нас уже могут посмотреть на практике, как работают кинологи. Следом экскурсия по вольерам. Во втором – собаки конвойной службы и ППС. В первом – кинологической. Они, кстати, тоже не универсальные, а делятся по специальностям. Работающие их уже продемонстрировали. А вместо работы взрывотехников – поиск наркозадержащих веществ. У нас нет такого натурального наркотика, не положено. У нас есть имитаторы наркотических веществ, которые схожи с настоящим наркотиком по запаху. И собака должна будет все это отыскать? Собака должна обозначить. Она, ну, ряд оставляется, например, из коробок, баночек. В одну баночку кладется имитатор этот. Вот эта собака по запаху обозначает там укладкой, усадкой, где находится этот имитатор. Работу собак ребятам покажут на практике. Обещают, что студенты сами смогут спрятать имитатор, а собака его отыщет. После – новая экскурсия в региональный эксперто-криминалистический центр, чтобы студенты окончательно определились с направлением. В селе Федотьево Спасского района инвалид умер, пытаясь расчистить улицу, которую не убирала местная администрация. Издание Е62 цитирует соседку покойного. Она приехала в деревню накануне, с трудом пробравшись через сугробы. «Сегодня утром я хотела проведать соседа. Он инвалид, тяжело передвигается. Когда были снегопады в декабре и деревню завалило снегом, он жаловался, что чуть не умер в заточении, потому что у него закончилась еда. А администрация не реагировала на его звонки и просьбы почистить снег. В итоге 20 января я пришла к нему домой и нашла мужчину мертвым в сугробе». Конец цитаты. По информации Е62, последний раз до этого трактор чистил улицу Березовую, где жил погибший 12 января. По поручению прокурора области Каданева Дмитрия Владиславовича организована проверка по факту гибели мужчины в Спасском районе. По информации средств массовой информации, мужчина погиб из-за нечищенной дороги в селе Федотево Спасского района. Районной прокуратурой проводится проверка по данному факту. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов местного самоправления по осуществлению полномочий в сфере безопасности дорожного движения, а также в жилищно-коммунальной сфере. Кроме того, в ходе результата процессуальной проверки, проводимой органами предварительного следствия, взяты на контроль прокурора района. В долгом разбирательстве Фемида поставила точку. Речь идет о гибели ребенка в перинатальном центре. Далее напомним ход расследования и его финал. Подробности этой истории рассказала в СМИ сама пострадавшая. А началось все в ноябре 2021 года. Эту дату можно считать отправной точкой всей истории. 30 ноября роженица поступила в перинатальный центр. Первая беременность плюс сопутствующие патологии. На основе УЗИ и КТГ врачи приходят к выводу о необходимости кесарево сечения. Однако все произошло иначе. Накануне отошли воды и роды стали готовить экстренно. Новорожденного реанимировали 10 минут, а после подключили к аппарату ЭВЛ и ввели в лечебную гипотермию. 22 января малыша не стало. После трагедии мать начала описывать произошедшее в соцсетях. История получила широкий общественный резонанс, вплоть до того, что это дело взяла на контроль Госдума и Центральный аппарат Следственного комитета. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Точку в этой истории поставили 19 января. Следствием установлено, что обвиняемая в нарушении нормативных документов не провела необходимых исследований и необоснованно назначила и применила роженице медицинский препарат. В результате чего ребенок получил родовую травму, от которой впоследствии скончался. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. По представлению следователя, четыре сотрудника медицинского учреждения, в том числе занимающие руководящие должности, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Также стало известно, что дело направлено в Московский районный суд с утвержденным обвинительным заключением. В галерее при Овне Шторгбанка открылась выставка картин заслуженного художника Российской Федерации Игоря Власова. Власов хорошо знаком любителям живописи. Он участник всесоюзных, республиканских, зональных и областных выставок с 1975 года. Его произведения в собраниях Государственных музеев России, частных коллекциях страны и зарубежья. Художник преподавал в Рязанском художественном училище имени Вагнера с 1978 по 2019 год. А в прошлом году его наградили золотой медалью Творческого союза художников России. Игорь Власов – художник разноплановый. Его работы представлены в жанрах и портрета, и пейзажа, и натюрморта. Узнать его картины легко. Стиль автора прослеживается в каждом мазке кисти. Работал и продолжает мастер в направлении реализм. Город, он угнетает. Надо просто выйти в поле, посмотреть на небо. И это точно совершенно сказано. Я это на себе испытал. Вот когда в городе становится тяжело, то надо вырваться из города, очутиться на природе. И действительно, когда увидишь много неба, много земли, деревьев, река, все это чудные вещи, которые не имеют цены по красоте. И эта красота нас окружает. И, естественно, хочется это все воплотить в живописи. Ну, вот это смысл жизни, если кратко так. Поздравить Игоря Власова с открытием выставки пришли его ученики, которые уже сами являются наставниками начинающих художников. Много теплых слов было сказано коллегами в его адрес. Так художник Игорь Ситников назвал автора выставки художником-философом. Александр Марьяшин – самым большим поэтом среди рязанских художников. Искусствовед, преподаватель истории искусств Елена Марьяшина отметила широкий круг интересов Игоря Власова, при этом объединенных одной важной составляющей – красотой. В 19-м веке, когда появилась фотография, ну, так решили. Зачем мы уже написали портреты. Но к фотографии же есть. Щелкнул великолепно, оформил рамочку. И вот она и хороша, один в один. Получилось так, как надо. Но даже все эти, как это, технические нововведения, все эти видео, еще только нету. Сейчас не придумали вот даже там такое, как живой. Оживопись ничего не заметила. Невозможно заметить. Знаете почему это? Потому что, когда смотришь на оживопись, и самое такое замечательное слово – со-зер-ца-ни-е. Когда смотришь на фотографию, это слово даже не вспомнишь. Вообще, вот это со-приставка очень интересная. Содружество, сочувствие, содействие. Чего-то везде вот это со-толкается. Почему? Потому что это действие. И действие совместно. Мы подошли, и мы уже работаем вместе, художник и зритель. Сам Игорь Власов отметил, что красота окружает нас везде. Хочется воплотить ее всю в живописи. В этом смысл жизни художника. Продлится выставка рязанского художника Игоря Власова в галерее Приобанка до 18 февраля. Рязанский боксер Святослав Тетерин завоевал бронзовую медаль чемпионата России по боксу в Самаре. В весовой категории свыше 92 килограммов наш супертяж стартовал очень уверенно. Но вот в полуфинале с нервами не совладал и допустил слишком много невынужденных ошибок. Для опытного рязанского супертяжа Святослава Тетерина нынешний чемпионат России начинался очень мажорно. Безоговорочная победа над крымчанином Тамерланом Тургуновым открывала чемпиону вооруженных сил России дорогу в финал. Правда, нужно было сделать еще шаг. Соперник – молодой и амбициозный сочинец Давид Суров. И начали боксеры практически без разведки. Первый раунд прошел в череде обменов. Тетерин, он в синих трусах, был активнее. Впрочем, акцентированных ударов в челюсть от него было немного. А в концовке оба боксера в полусхватке еще и получили по предупреждению. Второй раунд боксер в красном Давид Суров начал первым номером. Впрочем, без особого успеха. Соперники много клинчевали и только за полминуты до конца пошла, что называется, жесткая заруба. Победителем которой, впрочем, никто не стал. От жесткого размена джебами спас гонг. В третьем раунде боксеры перестали стесняться и у них все чаще стало получаться пробивать защиту друг к другу. И вроде бы визуально попадали оба в визави, но спортсмен в красном оказался более точным. Так решили судьи. Да и концовка поединка в целом осталась за ним. В итоге общим решением судей финал прошел Давид Суров, а Рязанцу досталась бронза. И по сравнению с прошлым годом для Святослава Тетерина это все-таки шаг назад. Тогда он проиграл только в финале. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин